всем привет давайте сделаем зеркальную поверхность которая нам поможет отображаться в зеркале в общем есть персонаж и есть какой-то некий объект в виде зеркала да так повернем его рабочей стороной в общем здесь у меня макет зеркала которая состоит из рамки и самого так скажем зеркала да рамку мы не будем редактировать а вот второй материал который является самим отражающим элементом давайте создадим во первых нам необходимо подать сюда цвет нажимаем на цифру 3 и у нас вы нажимая на стол так скажем вот этот рабочий у нас появляется вот эта нода выбираем здесь белый цвет максимально белый до далее мы создаем здесь на единицу нажимаем и тыкаем по экрану подключаем metallic specware и roughness к этим двум нодам которые первое будет у нас metallic и specware в размере единица то есть они должны у нас быть максимальное значение то есть metallic должен быть максимально и specware тоже roughness мы делаем нулевым это тоже максимальное его значение так сохраняем давайте посмотрим по сути как бы вот это уже штука должна отражать чуть-чуть буквально чуть-чуть но незаметно да потому что там из-за того что солнце так скажем находится сзади она прямо отражается и получается вот черное пятно теперь нам необходимо вообще поставить к этому зеркалу планар reflection когда мы его перетаскиваем да у нас вот такая вот лужица проходит поворачиваем ее вертикальное положение и продвигаем спереди получается зеркало но давайте сначала отрегулируем его размерность сделаем его почти равным зеркалу ну вот так вот достаточно я думаю чуть сдвинем и по высоте то она отрегулируем так ну вот практически мы попали необходимое значение теперь мы должны переместить планар reflection спереди зеркало то есть спереди отражающей поверхности как раз таки вот эта вся отражающая поверхность которую мы настраивали она вот находится внутри зеркала теперь смотрите есть вот такая вот окантовочка это у нас бокс до которым подается необходимый размер данном случае мы подаем его вручную давайте от 0 до на 200 до 20 в принципе достаточно у нас зеркало помещается в эти рамочки и нам 20 достаточно даже можно и 10 можно и еще немножко сместить и в районе 7 поставить это уже так я не туда написал если у нас зеркало помещается все отлично здесь есть шоу превью в плейн этого плейн который нам особо тоже не нужен единственное что когда мы отрегулируем впереди отражающей поверхности далее здесь есть у нас нормальная сила искажения normal distortion строй давайте поставим 0 0 значение далее предварительно фильтр шероховатости тоже поставим единую нулевое дистанцию мы уже настроили от 0 до 7 здесь есть угол начала затухания плоскости и угол от плоскости и в общем короче такая штука если сможете понять как она корректно работает я оставляю так в принципе нам достаточно будет что нам еще необходимо это изменить получается процент отражение вот это как раз таки да то есть качество отражения в общем назовем этот так экстрафов это у нас дополнительные углы это вы знаете когда камера настраивается она там такая рыбий глаз немножко преобразует да сделаем нулевое значение дополнительные угла не будем делать здесь у нас есть двухсторонний визуализация сцены да то есть ну нам это тоже не нужно потому что у нас с одной стороны отражение так ну и далее у нас есть вот фактор расстояние то есть короче загружает воды определенные но мы тоже это трогать не будем давайте проверим как это вообще работает сейчас вот если так давайте накинем сюда какое-нибудь освещение чтобы было более-менее нормально потому что когда персонаж у нас сейчас сейчас он по сути отвернут от солнца кстати солнце у нас вон отражается все видно так и лампа у нас неправильно настроена давайте чуть выше и направим на персонажа вот качество не особо хорошее я так и нормально не добился хорошего качества но вот даже если так смотреть то уже более-менее ну и мы можем еще немножко поиграться с настройками самой отражающей поверхности когда мы зайдем в материал здесь есть такая штука как настройки до forward shading здесь у нас есть high quality reflection мы ставим галочку нам дает более качественное отражение до качество отражения и галочку на планар reflection делаем сохранение материал у нас применяется запускаемся чуть-чуть качество меняется но это уже все что я смог максимально получить если вы можете посмотреть да он на определенный угол отражение вот он начинает искажаться персонаж появляется да немножко опускается даже как-то вот как раз таки эти те углы необходимые ну на этом все вот такое вот зеркало естественно чем больше на заднем фоне у нас каких-то предметов тем больше нагрузка идет даже если мы поставим fps да но мы сейчас это естественно не увидим потому что на заднем фоне ничего у нас нету оно даже не страдает но хотя вот так если повернуть 120 fps когда я на зеркало падает до 70 это вот чисто из-за отражений и так далее дополнительные предметы с полигонами и так далее но это очень очень неестественно в общем вот такие вот ситуации а на этом все до скорой встречи всем пока